Так любишь бренды, что готова нанести их на тело? Лови подборку самых свежих брендовых лайфхаков. И для первой идеи берем рамку со стеклом. Распечатываем фирменные значки Louis Vuitton, вставляем листочек в рамку, черной акриловой краской переводим значки на стекло. Да, работа кропотливая, но результат того стоит. Вынимаем бумагу, она нам больше не понадобится. Получилась необычная рамка в стиле Louis Vuitton. Как думаешь, для чего она? Все просто. Становимся на солнышке и делаем фото в стиле французского дома мод. Теневые монограммы на коже, как красиво. Будь уверена, Louis Selfie от Кутюр наберет тебе кучу лайков и комментариев. Для следующего лайфхака нам понадобится кусок зеленой ткани и молния. Вырезаем силуэт крокодила с распахнутой пастью. Делаем две заготовки. К одной из них пришиваем молнию. Также вручную пришиваем молнию с другой стороны. Сшиваем выкройки по кругу. Выворачиваем изделие на лицевую сторону. Из белого фоамирана вырезаем детали. Крепим спинные зубцы, глаза и белоснежную улыбку с языком. Приклеиваем фоамиран горячим пистолетом. Пришиваем к крокодильчику две полоски ткани. Вставляем ременную ленту с застежкой фастексом. Получилась яркая поясная сумочка в стиле лакост. Разве ты не мечтала о собственном аллигаторе на ремешке? А что, по-моему, он такой симпатяга? И вдобавок довольно вместительный. А теперь берем очки, акриловые краски и кисточку. Пластиковую оправу очков покрываем желтой краской. Берем кусочек золотистого фоамирана. По размеру очков карандашом рисуем узнаваемые по всему миру буквы М. Вырезаем. Горячим пистолетом крепим буквы к очкам. Солнышко сегодня ведет себя чересчур активно. Так, где мои темные очки? Скажи нет скучной солнцезащити и примерей Moschino Lifestyle. Дизайнерские очки смотрятся очень оригинально. Пластиковый лоточек слишком скучно. Вызываем скорую брендовую помощь. Этот ланчбокс срочно нуждается в тюнинге. Красим лоток снаружи желтой акриловой краской. Берем два самореза с крючками. Вставляем по бокам ручки. Берем цепочку и карабины. Закрепляем цепь на карабинах. Крепим металлическую ручку к лотку. Берем кусочек золотистого фоамирана. Вырезаем два банана, развернутые друг к другу. Они выглядят точь в точь, как значок Шанель. Приклеиваем логотип к крышке. Используем горячий пистолет. Черным акрилом наводим контур и прорисовываем на банане трещинки. Сумочка в стиле Мадам Коко идеально подойдет к твоему маленькому черному платью. Сама элегантность. А теперь берем банан. Распечатываем этикетку духов Шанель номер 5. Нам понадобится острая булавка. Прикладываем бумажку к банану. Переносим надпись на кожуру, протыкая буквы булавкой. Через некоторое время надпись окисляется и обычный банан превращается в тот еще брендовый фрукт. Стильный ланчбокс на цепочке. Банан с много Шанель не бывает. Не так ли? Для этого лайфхака берем кусок плотного картона, прикладываем вешалку для вещей, обводим, отступая пару сантиметров от контура. Вырезаем канцелярским ножом. Картонную деталь обводим на листе бумаги. Вырезаем. Горячим пистолетом склеиваем детали между собой. Находим картинку бренда Джордан. Распечатываем и вырезаем известного баскетболиста. Обводим силуэт на бумаге. Вырезаем. Переводим шаблон на лист оранжевого фоамирана. Вырезаем. Склеиваем заготовки термопистолетом. Крепим баскетболиста к картонной вешалки. С обратной стороны укрепляем металлической вешалкой для одежды. Готово. Если Джордан Брент это больше, чем просто одежда и обувь, то наша вешалка уж точно больше, чем просто вешалка. Такую и на стенку повесить не стыдно. Майкл бы точно тобой угордился. А на этот раз соберем длинную булочку для хот-догов. Надрезаем по центру вдоль. Укладываем внутрь листья салата. Добавляем кетчуп. Какой же фастфуд и без ароматного соуса. Кладем в сосиску. Щедро поливаем соусом. Из слайса плавленого сыра вырезаем логотип Гуччи. Украшаем символом хот-дог. В качестве упаковки используем бумагу с лого Гуччи. Когда встречаются поклонники двух культур, начинается извечное противостояние. Спелый банан Шанель или хот-дог с сырным наследием Гуччи. Что из этого окажется самым аппетитным? Откусываем по кусочку? Ой, а твоя улыбка не такая уж и голливудская. Учила же мама, не разговаривай во время еды. Тебе срочно нужно прокашляться. Спасибо, а тебе вытереться. Не страшно, что салфетка совсем не от Гуччи. Пиши в комментарии, какой из этих брендовых вкусняшек выбрал бы ты. Обожаешь найковские футболки? Отличный выбор. Значит и макияж должен быть соответствующим. Передайте, пожалуйста, мою подводку. Жидкой подводкой рисуем стрелки. Внешний уголок глаза удлиняем линией. Примерно посередине века рисуем такой завиток. Закрашиваем стрелку черным. Повторяем рисунок на соседнем веке. Смотрится невероятно. На губы наносим известный слоган Nike. Напомнишь, как он звучит? Правильно, just do it. После такого Nike просто обязан предложить мне должность амбассадора в своей компании. Ну а пока я жду звонка от их менеджера, можно сделать парочку ярких селфи. Для этой идеи нам понадобится атласная лента, липучка и фурнитура для бижутерии. Обрезаем липучку, чтобы получился небольшой кружок. Крепим по кусочку к концам ленты. Используем термоклей. Распечатываем значок Шанель. По бумажному шаблону вырезаем логотип из блестящего фоамирана. Декорируем значок розовыми полубусинами. С обратной стороны приклеиваем фурнитуру. Закрепляем логотип на ленте. Изящный чокер для фэшн-вечеринки готов. Очень стильно. А теперь берем пластиковую папку для бумаг. Отрезаем небольшой кусочек. По центру вырезаем логотип Гуччи. Если ты тоже устала листать глянец в поисках модной укладки, на помощь придет наш лайфхак. Крепим пластик к зачесанным хвост волосам. Используем невидимки. Кисточкой наносим гель для волос. Сухой кистью набираем золотой глиттер. Наносим блестки на смазанные гелем волосы. Аккуратно снимаем трафарет. Готово. Выглядишь как девушка с картинки дома Гуччи. Но еще капельку парфюма, чтобы образ был похучим. Любишь ментос? Расскажем, как сделать его моднее всех конфет и мармеладных мишек. Вытаскиваем ментос из пачки и берем черный пищевой краситель. Тонкой кисточкой пишем на конфетки Прада. Вкладываем в блистер с другими фэшн-конфетами. Смотри, здесь же все мои любимые бренды. Ну же, вкусняшки-модняшки. Прыгайте скорее в косметичку. А теперь придадим гламурного блеска пустой консервной банке. Покрываем ее черной акриловой краской. Из пластика сделаем трафарет фирмы Фензи. Теперь нам понадобится канцелярский клей. Наносим его кисточкой через трафарет. Берем тонкую фольгу для ногтей. Крепим к вырезам на трафарете. Затираем и смахиваем кисточкой лишнее. С помощью горячего пистолета декорируем банку металлическими фигурками. Готовы! В стильной банке поместится вся твоя коллекция карандашей. Смотрится просто потрясающе! Понравились наши брендовые лайфхаки? Напиши в комментарии, какой из них удивил тебя больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы смотреть еще больше полезных идей на Трум Трум Селект. Субтитры создавал DimaTorzok